Добрый день, гости моего канала! С вами Будников Виктор, дистрибьютор компании FFI, житель города Тюмени. Ярый охранник ваших кошельков и защитник бизнеса и продукции передовых топливных технологий серии MPG. Вот они перед вами. Это биокатализатор горения топлива в разных фракциях. В бутылочке в жидком виде MPG Boost, в таблетках MPG Cups и в тубах, в гранулах MPG Mega Cramps. Прежде чем я продолжу, я сделаю следующее. Я открою бутылочку с Boost и оставлю её открытой, чтобы вы видели. Для чего я поясню позднее. В последнее время в интернете очень много стало появляться негативной информации о нашем бизнесе и продукции компании FFI. Продукция, которая на сегодняшний день позволяет не одному десятку тысяч людей защищать двигатели своих автомобилей от некачественного топлива, продлевая моторесурс их. Сэкономить свои средства, не переплачивая за разбодяженное топливо. Я уже не говорю о том вкладе в экологию, ведь продукция, которая используется на наших автомобилях, позволяет снижать в десятки раз выброс вредных газов в атмосферу. А многим и заработать в этой теме, и заработать серьёзные деньги. Цифры и факты – удивительная вещь. Математика – сильнейшая наука, и против неё не попрёшь. Я сейчас вам это докажу. Многие дистрибьюторы конкурирующих компаний, которые выходят сейчас на рынок с аналогичной продукцией, делают дешёвую ставку не на то, чтобы продвигать свою продукцию, рассказывая о её преимуществах, а пытаются очервнить и оклеветать продукцию компании FFI. В последнее время они стали использовать такие приёмы, обвиняя, что в продукции компании FFI присутствует тетраэтилсвинец и ферроцин. Почему? Сейчас поясню. Перед вами продукция компании FFI. На тарелочке лежат таблетки MPG Caps, которые имеют красно-коричневый цвет, точно такой же, как цвет ферроцена. И многие конкурирующие дистрибьюторы и негативщики решили использовать этот приём, чтобы сделать нам антирекламу. Итак, защищая свою продукцию, которую я предлагаю, и бизнес с компанией FFI, я изучил, что такое тетраэтилсвинец и ферроцин. В доказательство моих слов вы можете в интернете, в Яндексе набрать эти названия и убедиться сами. Я сейчас вам зачитаю, чтобы быть точным. Ферроцин. Одно из наиболее известных металлоорганических соединений. Представитель класса сэндвичевых соединений, металлоценов. Номенклатурное название BIS-N в пятой степени, циклопентагиенил-железо-2. Это оранжевые кристаллы. Температура плавления 173 градусов Цельсия, температура кипения 249 градусов Цельсия. Возгорается при атмосферном давлении, растворим в органических растворителях, нерастворим в воде. Устойчив к действию воздуха, горячей концентрированной соляной кислоте и раствором щелочей. Вот на этом они и решили построить. Оранжевые кристаллы и нерастворимы в воде. Ферроцин используется в нефтяной промышленности в качестве антидетонатора, повышающего октановое число. В малых количествах безопасен для двигателя. Это примерно 18 мг на 1 литр. Изучено влияние ферроцена, используемого в автомобильном бензине, на склонность к образованию отложений на впускных клапанах и нагарах в камере сгорания. Увеличение концентрации ферроцена способствует увеличению склонности топлива к образованию отложений и повышению токсичности выхлопных газов. Не будем драматизировать ситуацию. В крупных городах большая часть АЗС принадлежит солидным компаниям, которые дорожат своей репутацией и стараются продавать качественный бензин. А вот на безымянных автозаправках риск нарваться на ферроценовый бензин очень высок. Определить же это можно лишь потом, когда свечи становятся красными от нагара, а двигатель перестает тянуть. А доказать, что именно на этой АЗС тебе залили некачественное топливо, и что именно ее владельцы должны оплатить ремонт мотора и замену нейтрализатора, невозможно. Некоторые автолюбители заливают в баке вместо подозрительного 95-го чистый 92-й, дескать меньше вреда. Но бензин 92-й не всегда бывает чистым. Нередко это модифицированный с помощью тех же ферроценов А80. Заметьте, прибыли бодяжников, пишут они, вызывают зависть даже у наркоторговцев. Мешок китайского ферроцена 25 кг стоит всего 20 долларов. Однако такого мешка достаточно для того, чтобы превратить из 92-го в 95-й более 450 тысяч литров бензина. Не требуется никакого оборудования. Засыпал ведро ферроцена в бензовоз и все. А теперь перейдемте на компьютер, я кое-что вам покажу. Итак, безопасной дозой на 1 литр бензина считается 18 мг ферроцена. Это 0,18 грамма. И то ученые спорят по этому поводу и заявляют, что это вредно и для двигателя, и для окружающей среды. Но пока эта дозировка допустима. Один мешок ферроцена, как указано в статье, 25 кг, это 25 тысяч грамм, способен превратить в 95-й более 450 тысяч литров бензина 92-го. Ну, что значит более? Давайте я увеличил на 10 тысяч литров. То есть, из 460 литров 92-го, чтобы получить 95-й, получается, что на 1 литр нужно использовать 54 мг ферроцена. Это в 3 раза больше допустимой нормы учеными. Соответственно, на 800 литров бензина нужно 43,2 грамма ферроцена, чтобы превратить его из 92-го в 95-й. При этом экономия расхода топлива, мы знаем, при применении 95-го бензина, относительно 92-го, составляет 3,5%. Соответственно, используя продукцию компании FFI, вы получаете экономию расхода топлива в 20%. Чтобы добиться такой экономии при помощи ферроцена, вам понадобится на 800 литров топлива 172,8 грамма ферроцена. Математика точная наука, и с этим не поспоришь. Вот только удивительно знаете, что? У меня в руках туба с биокатализатором горения топлива MPG Cramps. Вот эта туба. Здесь ровно 5 грамм. И этого объема достаточно для того, чтобы обработать 800 литров топлива и получить экономию 20%. Посмотрите, это порошочек красно-коричневого цвета с оранжевым оттенком. Вот я в лучах солнца попытаюсь показать вам. Заметьте, что нужно всего 5 грамм. А чтобы получить такую экономию при помощи ферроцена, нужно 172,8 грамма. Думаю, доказательств больше, чем предостаточно. Продолжим дальше. Тетраэтил свинец. Антидетонационная присадка, увеличивающая октановое число топлива. Тетраэтил свинец. Бесцветная маслянистая летучая жидкость с плотностью 1,65 грамм на сантиметр кубический. Температура кипения 195 градусов Цельсия с разложением. Тетраэтил свинец – это летучая жидкость, которая при температуре 0 градусов переходит в парообразное состояние и через верхние дыхательные пути проникает в организм. Это летучая жидкость. Сейчас в комнате 20-25 градусов Цельсия. Если бы в нашей бутылочке... Для чего я ее открыл вначале? Если бы в нашей бутылочке был тетраэтил свинец, он бы испарился в течение минуты из этой бутылки. И отравил бы все вокруг. В том числе я бы потерял от такого объема сознания однозначно. Однако я сижу здесь и жидкость на месте. Думаю, достаточно доказательств. Но я продолжу все-таки, с вашего позволения. Основное преимущество этих присадок – тетраэтил свинец и фероцен – это очень высокая работоспособность. Тетраэтил свинец имеет эффективность в 600 раз больше, чем бензол, а фероцен – в 450-500 раз. Основные недостатки – плохая выносимость из камеры сгорания, то есть образования нагара, а также резкий рост канцерогенной опасности отработавших газов. Несоответствие фактов получается. Наша продукция снижает выброс вредных газов в атмосферу в десятки раз и очищает двигатель от нагара. А тетраэтил свинец и фероцен, наоборот, этому способствуют. Вот и задумайтесь, друзья. Друзья, я занимаюсь продвижением этой продукции уже 10 месяцев и сам пользуюсь на четырех своих автомобилях. Человек, который пригласил меня в этот бизнес, пользуется этой продукцией уже 22 месяца. И наши машины в полном порядке. И мы видим только положительный эффект от этой продукции. Поэтому я, друзья, советую вам задуматься и не искать в интернете разную негативщину по отношению к компании FFI и нашей продукции. А вам, господа негативщики и злопыхатели из конкурирующих фирм, хочу сказать вот о чем. Будьте аккуратны. В следующий раз, когда вы в туалете встанете с унитаза, не поднимите истерику, что из вас вышел фероцен. Это ведь тоже коричневого цвета и тоже плохо растворяется в воде. Я желаю вам всего доброго, друзья.